МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маргарита! Здравствуйте! Маргарита, на самом деле, мне кажется, ее можно поздравить. И салфеточка тоже есть. Она... Есть крем. Хотите? Салфеточки нет. Мокрый стол. Кто здесь был Дорит? Расплескали воду. Я предлагаю поздравить Маргариту, потому что она пережила сложнейший год своей жизни. Ее дочь впервые пошла в школу. Ну и, соответственно, ее закончила. И, соответственно, ее перекрестилось. Как результаты? Вам вообще оценки дневник показать? Или оценки, ощущения? Салфеточки нет. Ты вообще рада? Расплескали разные. Ну, в принципе, вот с того вторника, как она закончила школу, я ее отвезла на дачу. Я... Я посвящена вам... А как же внеклассное чтение, вот это домашнее работа, задание на лето, прописи. Все это зафиксировано. Большие очень списки. Христоматия, литература, что нужно прочесть за второй класс, потому что мы читать так и не научились. Но я возлагаю всю надежду на бабушку Олю, Ольгу Семеновну, которой был выдан мандат, доверие на поездку в Испанию и обучение дочери вот тому-то всему, что она проходила в первом классе. То есть, правильно я понимаю, что дочка школьница и дача – это значит подготовка к следующему классу? Насчет дачи. Есть какой-то период, вот школа заканчивается где-то в конце мая, есть какое-то время, вот мы пособираемся поехать на море. И это в Испании, поэтому на даче она проведет какое-то время, 20 дней. Ну, дача я в широком смысле, то есть, ну да, лето. Слушай, нет, а у меня дача – это конкретная дача под Москвой с комарами ростом, с собаку там, вот твою вот. Ну, вообще, какое-то лишение каких-то городских привилегий, даже отсутствие интернета. Ну, что-то такое – дача, 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 варенье, земля, клубника. Ну, что такое бредок такой советский? Ну, что для тебя лето? Ты просто так закричала «Ура, что мы закончили школу, теперь у нас дача». Это какой-то период времени, когда ты отдыхаешь от ребенка, соответственно, ребенок отдыхает от тебя, твоих нравоучений, воспитания и прочее. Посмотрите на меня! Или все-таки… Только учатся! Или все-таки тебе есть какой-то кусочек лета, когда вы обязаны провести вместе? Нет, ну, план на лето есть, он составлен. Дача, море, другая дача. У меня же папа, у папы тоже дача есть, но у папы ребенка. Так. Еще же есть другие бабушка и дедушка? Да. И у них тоже есть дача? Хорошо, когда много дач. Да, ну, это одна дача рядом с Москвой, там самолеты летают прямо в окна. А что делаете на дачах? На дачах? Какие развлечения? Ну, ребенка же нужно тоже как-то занимать. Мне кажется, ребенку развлечения придумывать особо не нужно, если это не какие-то настольные игры. Бабушка учит ее выращивать что-то на огороде? Бабушка, да, она дает советы, они там как-то формируют клубы, но больше всего бабушка ее кормит. Ребенок на даче, я звоню бабушке. Что тебе, Полина, она ест? Она поела клубнички, уже сейчас и поела кашку гречневую. И еще сядут. И оттуда, бабуля, а где Малина? Это я утрирую, конечно. Но вообще бабушки кормят детей на убой. Это очень обидно. И они думают, что они делают добро. А вот деньги на липосаксию уже собираем мы, родители. Уже начали откладывать? Я, да. Полина начала откладывать жир, а родители деньги на липосаксию. Да, это только в моей жизни так же и было. Слушай, а скажи, а вот всякие опасности, я имею в виду, вот комары, про которых ты говорил, весь покусанный ребенок, весь в этих волдырях. Не дай бог клещи, если это дача подмосковная. Следишь, пытаешься убить. Вы мне сейчас вызовете неотложку. Я больше боюсь клещей, чем мой ребенок. Ну, что так? Даешь ЦУ, да, бабушкам, что значит не выходить. Пожилые люди, но достаточно взрослых, так их назовем, они все равно намного более такие тревожные, чем мы. То есть теорию клещей дедушка прошел намного раньше, чем все мы, и что клещи из травы выпрыгивают, и нужно вот такие, отсюда носить какие-то сапоги. Здесь Панама, здесь сапоги, да. У вас на даче проживает не энное количество животных, и понятно, что Полина привыкла к домашним животным, но рядом лес, да, река, поля. Что ты описываешь, как будто мы живем, как Толстой Лев. Ясно, поляне, да? А это разве не вес на поляне? Нет, это 35 километров от Москвы, я тебе говорю, самолет залетает на кухню. Причем там Внуково-3, и там частные самолеты летают прям вообще. Я просто к тому, что, несмотря на то, что там летают самолеты, там еще ходят мыши наверняка, лазают кроты, приходят ежи, белые. Мисочка молока. Природа в Подмосковье все-таки сохранена. Как ты обучаешь Полину, или, не знаю, как ты ограничиваешь ее, рассказываешь, или этим тоже занимаются бабушки и дедушки, что существует какое-то там бешенство, да, и опять же, животные болеть всякими функционерами на руки брать нельзя. Не трогай бобра. Или она такая очень любящая природу, и все таскает в дом. Конечно, она знает все нюансы болезней, собак. Я все думаю, может, ты уже начнешь ветеринаром будешь, можешь такие деньги зарабатывать. Вот, нет, на самом деле она предупреждена, насколько это возможно, ну, 8-летнему ребенку, ей только что стукнуло 8, а не 220, слава богу. Вот. И она знает, что, как, чего делать, и мышами, которые действительно есть, борется кошка Люска. Притом, не очень умиляет, бабушка с такими салфетками протирает Люсе рот. Кошки. Кошки. Снул, ну, в пакете. Инфекция. Да, это дико смешно, и Полина тоже знает, что Люска гордится. Но есть еще у нас собака, которую мне на 33 года подарила известная певец Земфира. Маме Трофанова взрослее. У нас для тебя есть подарки небольшие. Да что такое? Да, как для тревожного кабанчика, для тревожной матери. От клещей. От клещей. Это бабушки. Бабушки. Кремчик, репеллент. Крем-репеллент от больших комаров подмосковных. Расскажу вам сейчас очень быстро насчет крем. Так. У моей подруги Татьяны Геннадьевны, ты ее знаешь, я отброю детей, и средняя, по-моему, дочь. Сейчас скажу, кто ее комар укусил. Да, ее укусил комар, или что-то такое. А дедуля плохо видел. И он взял мази, но они лежали в одной мази. И, короче, у нее была мазь от спортивных травм, прогревающая. И он ей намазал эту комарину и укус. Вот такой был. И ребенок крещит криком. Просто уже, ну и деду плохо. Вся семья сбежалась. Он перепутал название, так всегда следите, что написано. Да, да, да. С таким названием мазь, знаешь. Ну и если вдруг... Ты хочешь мою красоту скрыть? Нет, не твою. Если вдруг, вот передавая Полине, вот такой вот дождевичок, потому что, когда идет дождь, грустно сидеть дома. Да, можно сходить и проведать лючку. А вдруг у нас еще респираторно-вирусная. Можно я лимон возьму? Лимон и вот такая специальная респираторная сеточка, которая, да, позволит и ограничить от болезней. Ну и, конечно же, ловить кротов. Нет, кроты так на это не возьмутся. Нет. А если преподманить, мне кажется, есть вариант. Нет, только в мультике барашек шон. Там такой крот, который знает, что делает. А эти кроты, они слепцы. Рит, ну мы желаем тебе прекрасно провести это лето вместе со своей семьей. Полине научиться читать и примерно девочкой пойти во второй класс. Ты уж как-нибудь позаботься об этом. Спасибо. Все эти предметы мне очень помогут. Продолжение следует... Воздействие на молекулу ретинола изменяет ее форму. Это активирует цепную химическую реакцию, в результате которой в мозг поступает сообщение, что свет достиг сетчатки. Поэтому при серьезном недостатке витамина А, а вместе с ним и ретинола, у человека может возникнуть так называемая ночная слепота. Помимо моркови, восполнить запас витамина А можно и другими продуктами с его высоким содержанием, такими как тыква, шпинат и черника. Ну а у нас в гостях, тем временем, педиатр Татьяна Лаврова. Здравствуйте, Татьяна. Летняя пора, она, конечно, весьма опасная для детей, скажем так, и вот эта невнимательность родителей может привести к неприятным последствиям. Давайте об этом и поговорим. Прям по пунктикам. Прям, да, прям по пунктам. Солнце. Для начала... Нет? Извини. Ты перегрелся уже? Солнце. Есть немного. Перегреб. Как действительно спасаться от жары? Нужно ли прятать детей от солнца? Или пребывание на нем, наоборот, добавит ему лишнего витамина Д? Да. Ну, прежде всего, надо сказать, что солнце – это прекрасное наше светило, единственное, и летняя пора действительно самое лучшее время для того, чтобы оздоровить детей. И солнце необходимо для того, чтобы вырабатывался витамин Д, для того, чтобы дети получали заряд бодрости, и не только его. Нужно ли прятаться от солнца? Вопрос для детей очень актуальный, особенно для малышей. Безусловно, всем детям, ну, в общем, и взрослым, в период максимальной солнечной активности не рекомендуется нахождение на открытом воздухе, да? Поэтому лучше всего… Максимальная солнечная активность – это с 11 до 3, да, наверное? С 11 до 3, 4, ну, это зависит, естественно, от той климатической зоны, географического положения. То есть, в Урманске поменьше этого? Да, безусловно. А если мы говорим про какие-то жаркие тропические страны, то там это время, естественно, очень увеличивается. Если мы говорим про Черноморское побережье Кавказа, то приблизительно это там с 11 до 4 часов дня. Если ребенок все-таки бегает на улице, панамка, солнцезащитный крем обязательно, да, наверное? Да, в обязательном порядке необходимо закрывать голову ребенка и использовать средства защиты кожи с высокой активностью, да, 50+. 50+, даже? 30+, 50+, для малышей. Нет, это не возраст, это как раз степень защиты от ультрафиолета для ребенка. А что касается длинного рукава? Очень многие педиатры также советуют, что зачем перегружать детскую кожу, опять же, какими-то кремами? Ультрафиолет? А, даже крем не мало? Даже крем, да. Лучше одеть что-то с длинным рукавом, чтобы закрывал шею, и длинные штанишки. Ну, безусловно, это как один из вариантов защититься от солнца. Легкая, хлопковая одежда. Здесь нужно быть очень внимательным для того, чтобы любая... Солнечный удар частный, частный случай теплового удара. И когда вы одеваете полностью ребенка с длинными рукавами, с длинными штанишками, есть, безусловно, вероятность получения теплового удара, если ребенок приходится... Перегреться даже не на открытом солнце. Да, безусловно, даже в той же самой тени. Именно поэтому очень важно не кутать ребенка. Потому что традиционно наши родители боятся заморозить ребенка ярким солнечным летним днем, и поэтому его одевают. И в результате получают, наоборот, солнечный, а тепловой удар. Еще летняя история – это насекомые. Насекомые кусачи, комары, вот пошли гулять в лес. Есть, опять же, спреи, как они, антирепелленты, да, называются? Да, да, репелленты. Вот работают ли они, есть какие-то браслеты, которые вроде как отпугивают, есть ультразвуковые брелоки, ошейники. А если клещи? Ну, вы понимаете, что в Подмосковье комары – это наше все. Особенно в местах, где есть... Да, ну вообще средняя полоса, я думаю, практически вся территория страны. Ну да, особенно болотистые местности, там ближе к северу и не только. Там, где есть стоячая вода, везде есть комары. И братья наши меньше, они, безусловно, необходимы всем, всей живой природы. Но, тем не менее, комары могут причинить как маленькие, так и большие проблемы для ребенка. Если мы говорим про маленькие проблемы, обыкновенные укусы, которые вызывают зуд, покраснение – это одна история. И тогда действительно здесь важно пользоваться репеллентами, которые отпугивают комаров и предотвращают контакт кровососущих. А нет такого, что это же химия какая-то дополнительная на коже, там, аллергические реакции? Ну, во-первых, существуют специальные средства для малышей после года, для малышей младшего, для малышей до года и более старшего возраста, где используется разная концентрация химических веществ. Во-вторых, существуют натуральные средства на основе гвоздики, например, или прекрасное средство на основе гвоздики в виде духов, которые любили наши бабушки. Да, это я помню. Да, которое отпугивает комаров. В принципе, можно всем этим пользоваться. Единственное, что нужно помнить о возможности аллергической реакции на возникновение вот этих… На укус или на средства? Во-первых, на средства, во-вторых, на укус. То есть если мы говорим про инсектную аллергию, это одна история, то есть аллергия на укусы кровососущих, да. И если мы говорим про аллергию на химические вещества, это другая совершенно история и разные подходы. Вот еще такая летняя история, яблоко или какой-нибудь другой фрукт-разор, который дети могут срывать на даче у бабушки или просто брать сладка. С грядки съем. С грядки есть, наступает момент, когда от всего этого организм начинает избавляться, родители в шоке. Можно ли при вот таких каких-то отравлениях, да, диареи опять же, родителям принимать какие-то собственные меры или нужно обращаться к врачу, потому что это может быть опасно? Если мы говорим про инфекционные заболевания, про те самые болезни грязных рук, кишечные инфекции, здесь всем родителям важно помнить одно. Все осложнения от кишечных инфекций возникают вследствие дегидратации, вследствие потери воды. То есть вследствие рвоты, либо вследствие диареи. Именно поэтому первое и самое важное, что должен сделать каждый родитель, если у ребенка возникают легкие, средние или тяжелые симптомы, это обеспечить достаточное количество воды ребенку. А лучше еще есть же специальное восстановление солевого баланса. Совершенно верно. То есть ребенок теряет не только воду, но и электролиты. Поэтому можно пользоваться специальными средствами регидратирующими, в которые входит уже калий, натрий и так далее. Микроэлементы, которые теряются при кишечных инфекциях. Либо просто минеральную воду дать ребенка без газа, для того, чтобы ребенка выпаивать, выпаивать. Очень часто ребенок не может удержать сразу большое количество воды. Поэтому мы предлагаем всегда выпаивать ребенка из ложечки или из шприца. Самое главное, не дать ребенку потерять воду. И это будет самым важным и профилактическим, и лечебным средством для того, чтобы предупредить развитие кишечной инфекции из легкой формы в тяжелую и так далее. Я так понимаю, вообще, в принципе, летом одно из самых главных – это вода. Потому что на жаре ребенок и потеет, теряет воду. Совершенно верно. Если отравился, он еще больше теряет. И самое главное, если покупать небутилированную воду, то ее обязательно кипятить, наверное, да? Если где-то в деревне, на даче. Ну, во-первых, особенно если мы говорим про дачу, важно пользоваться проверенными источниками водоснабжения. И истории про ключевые, про волшебные ключи, которые бьют в подмосковном лесу. Все-таки грамотным родителям нужно относиться к этому с должной долей критики. Потому что, конечно, важно пользоваться той водой, которая не причинить вред и которая не будет обсеменена какой-то инфекцией. Поэтому это бутилированная вода или это кипяченая вода, либо это, по крайней мере, вода, пропущенная через фильтры. Татьяна, спасибо большое. Про воду, про писью мы поговорили. А сейчас Ликат Лугуч расскажет и про еду. Так, с чего бы мне начать? Наверное, начнем с того, собственно, что мы будем делать. Ой, даже нос сунуло прям в ребрышки. Это свиные ребрышки. Штука вкусная, штука пикантная, которую отлично жарить на решетке. Но, как и любое мясо, которое требует жарки на открытом огне, его надо мариновать. Вопрос в чем? Давайте-ка подумаем, в чем бы нам это сделать. Я предлагаю сегодня такой вариант. Сначала думала про горчицу, потом думаю, нет. С горчицей что же было? Хочется что-то другого. Я подумала, что надо взять соевого соуса от души. Главное не пересолить. Надо взять оливкового масла. Надо взять меда. Понимаете, да, к чему я клоню? К тому, что это будет такая немножечко карамелизированная история. Прекрасно. И не хватает здесь какой-нибудь задумчивой детали. Да, например, специи. Или какого-нибудь растения. Сушеного или свежего. Как вы думаете, что бы нам добавить? Давайте попробуем розмаринчика. Сушеного. Отличная мысль. То, что надо. Сейчас помешаем и посмотрим, что получится. Ну-ка. Размешиваю. За что люблю маринады? Раз, два и готово. Так это быстро. Так это все здорово. Главное, чтобы мало не было. Хорошо размешиваем. Помним, что у нас густой мед, который требует растворения в маринаде. Пробуем угли. Все хорошо. Такое пекло с левой стороны. Так, пробуем. Еще меда. И еще меда. И будет вообще прекрасно. Так. Не очень много. Все. Вот сейчас это будет то, что надо. Берем ребрышки. Ребрышки можно, конечно же, порезать прямо порционно по каждому ребрышку. Но если они тоненькие, видите, прослойка мяса не очень толстая, соответственно, лучше, вот как есть, такими не очень большими кусками, если слишком большая линейка ребрышек, можно разрезать пополам. Вот такими кусками кладем в маринад. Кладем. Главное маринада не пожалеть. И не пожалеть, чтобы мясо в нем потомилось, полежало, пожило немножечко. Потому что оно же должно промариноваться. Убирайте для этого подходящую посуду и все время переворачивайте. Это тот маринад, который требует постоянного присутствия человека. Перемешиваем, перемешиваем, массируем. Делаем так, чтобы мясо пропиталось хорошенечко маринадом. Не жалеем сил, розмарина, меда, всего, то, что нам нужно для этого. И оставляем в покое на некоторое время. Ну, хотя бы, например, на часочек. Потом еще помешаем. Потом еще оставим на часочек. Ну, хотя бы часа два-три, если полежат в таком маринаде ребра будет отлично. Ребра маринуются. Мы готовим решетку. Готовить мы можем на обычной решетке, можем на вот такой. Я предлагаю взять такой, потому что это как-то заведомо очень удобная штука. Во-первых, можно регулировать некую высоту над жаровней. Во-вторых, просто удобно. Берешь за ручку, если надо, перевернула. Не надо, не перевернула. Будем переворачивать. Поэтому будем жарить именно на такую решетку. Маслом смазывать решетку не надо, потому что, если помните, в маринад масло мы налили. Ой, как это здорово выглядит. Ну что, поехали. Ребрышки, ребрышки. Раз. Поместится, не поместится, делаем вставки. Поместится. Конечно. Все должно прекрасно поместиться. Ну, просто как рассчитано было под мою дешетку. Накрываем. И ставим на жар. И очень, очень контролируем, поскольку ребрышки все-таки жирненькие. Жир будет стекать вниз. Скорее всего, будет разгораться огонь. Вдим очень внимательно берем бутылочку с водой и, если что, тушим маленькие очаги возгорания. Ну, например, вот так. Главное, чтобы пепел сильно не летел. готово. Готово-готово мясо. Смотрите, лучше эти ребра на очень сильных углях, таких жарких, не готовить, потому что, если вы помните, у нас соус был на основе меда и соевого соуса. Поэтому этот маринад, он подгорает немножечко. И вот, чтобы у нас ничего не сгорело, надо очень внимательными быть. Снимаем эту историю. сняли. Ой, горячо-то как. И смотрим, ой, какие красавчики. Сейчас я их возьму-ка я большую вилку. Вот для чего нужны такие вилки. Смотрите, для того, чтобы такие роскошные ребрышки перекладывать. Ах, красавцы, вы мои! И медовый вот этот маринад, он, конечно, дает изумительный, изумительный вкус. Нежный, сочный, сладковатый. Опа! Уж все выкладывать, так все выкладывать. Такую красоту. Что же мне выложить? Все. Убираем все лишнее. И они готовятся молниеносно. Не забудьте, там не очень много мяса сверху, да, на косточке. Поэтому готовиться быстро, следим. Жар должен быть средним, не очень сильным. И внимательно, внимательно, чтобы не подгорело. Если вдруг подгорело, это совершенно нормально для барбекю. Можно срезать, если вы даете, например, детям. Но многие дети страшно любят грызть вот эти вредные черные корочки. Да? Ну, это мы уж с вами сами решим, кому что давать, кому что не давать. Ну, в общем, садимся за стол. Ольга, скажите, вы же актриса. Получается, что своего ребенка вы знаете и умеете развлекать. Мне кажется, людям творческих профессий это дается легче. Пока, мне кажется, он больше меня развлекает, чем я его. Он сам придумывает себе какой-то досуг, игры. Да, и приходится с ним как-то играться и соответствовать ему. Отключаться в его игру. Естественно, я пытаюсь ему предложить, но в итоге, если он что-то и берет от меня, в итоге игра идет совершенно не в том русле, который я могла предположить. А вашему ребенку два года, да? Почти два, да. Ну, то есть он такой еще маленький, а какие-то, ну, вы что-то придумываете тоже, да? Вот хочется, с одной стороны, чтобы ребенок играл в активные и как-то развивался и что-то еще интеллектуальное и мелкая моторика. Мелкая моторика, да, но вот на данном этапе, вот в его возрасте пока, это такое познание мира всего, что вокруг происходит. Все, что делают родители, все, что делают взрослые, ему хочется это повторить, попробовать самому. То есть нет еще каких-то конкретных ролевых игр. Пока происходят какие-то вот повторяшки такие. Если мама моет пол, и мне интересно. То есть для него это игра. А для меня вроде как помощник такой, сомнительный, конечно, после которого приходится еще больше убирать, но тем не менее. Ему всего два года, да? Ну да.